БУК БУК Прости, я не хотел тебя пугать, просто я шутник. Марио, наш сегодняшний главный герой, тоже шутник, но если я, например, больше люблю юмор типа Бобёрдама или Джимми Карра, то вот этот молодой человек комик из разряда рассказывающих историй, в которые он когда-то попадал. Ну, я думаю, вы знаете таких. Те, которые почему-то всегда держат микрофон снизу и трясут его, рассказывая о том, что вчера был в кофейне. У, в кофейню зашёл. Кофейня. Были в кофейне? Были в кофейне. Были в кофейне. И тут неподалёку затесался один дом, который давным-давно забросили, и как бы ничего там такого нет, правильно? В конце концов, Sims 4 не ужастик. Так вот, мы сейчас заправляемся на учёбу, а после учёбы в этот самый заброшенный дом и переедем. Главное, чтобы после предыдущих владельцев там не остались какие-нибудь вещества. У Марио с этим не очень хорошая история взаимоотношений. О, Мадам, а вы всё бегаете? О, окей. О, подожди, там ещё кто-то? Вот они, встретились. Адам и Ева от мира, Sims. И да, после учёбы мы продаём этот дом, тут может возникнуть пара сложностей. Во-первых, нам нужно сдать курсовую работу. Делается это исключительно за компьютером. А в том доме нет не то что компьютера, но и места под компьютер. Ааа. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. То же самое, кстати, с презентацией. Надеюсь, там всё поместится, у нас получится сделать уже самую презентацию. Но, самое главное, исследовать тот дом. Это отлично может зайти для наших следующих шуток, потому что, говорят, там происходят разные истории. Дааа, вот этот дом на отшибе в самом конце района. Ааа, что ж, выглядит миленько. Так говорю, как будто не я это делал на стриме позавчера. Сколько это увидит, как вы думаете, из всех зрителей, сколько зрителей за всё время, что я буду тут жить, увидят, что у нас вот на этих досках есть несколько царапин. Ссылка на твич в описании. И давайте посмотрим, куда можно поставить компьютер, потому что нам так-то курсовую нужно закончить. И, о, вот этот стол, вообще-то он нам поможет, он нам поможет. А пока что, наверное, здесь будет стол временный. По-моему, прекрасно. Может немного эстетики ещё добавить. Потому что мы себя не на помойке нашли. Окей, теперь у нас есть все условия для работы, для курсовой. Вот с этим вот нужно покончить, наверное, в первую очередь. А мусор и заброшенность — это антураж. Мы не будем это убирать. Кстати, офигенно вовремя мы переехали. В самый мороз, безумно продуваемое жильё. И что такое? Подожди, этот дом отвечает требованиям по экологии, а наш предыдущий — нет. То есть это очень экологичные трещины в стенах, да? Буду знать. Но лучше всё-таки переодеться во что-то зимнее. Курсовая идеальная, это мы сдаём. И да, ничего здесь такого страшного не происходит. Так что можем заняться презентацией, я думаю. Из дебильного только вот этот вот чел пришёл репетировать в разбитое зеркало. Причём он зашёл через задний вход, хотя у меня главным входом назначен вот этот. Окей, может странности всё-таки происходят в этом доме, но это немного не то, на что я рассчитываю. А, что за звук? По жестокой иронии судьбы вы оказались в доме с призраками. Видимо, вашими действиями управляют некие злорадные высшие силы. Что ж, придётся постараться. Наверняка вы оказались здесь по веской причине. Говорит мне карточка. Да, я ищу шутки, и я не боюсь. Прилив смелости есть. Прекрасно. Ну и что такого? Ну подумаешь, бывшая заброшка. Даже больше вам скажу. Мне тут цыганка продала одну безделушку, которая совершенно не работает. То есть всё-таки обманула. В любом случае, никуда не деваются свойства этого участка очень интересные. Например, в самом конце нас ждёт некая она, которая скоро найдёт нас. Ну и ладно. Нас сейчас больше домашек пугает, потому что на завтра, чёрт возьми, ничего не сделано. Вообще ничего. А? Что за... Окей, показалось. Подожди, я слышу звуки. Этого здесь не было. Прекращай делать домашку, что-то происходит. Этого я тут точно не оставлял. Спина отсюда. Ничего страшного не может случиться. Вроде... Вроде больше... Приветики. Хе-хе. Что я могу тебе дать? Бизнес-план. Через 10 лет. Представляете? Список Forbes. Все, кого вы знаете, и один полупрозрачный просто зелёный дух. Нет, тебе не нравится? Это был хороший бизнес-план. Ты можешь разбогатеть. Хотя, зачем бессмертному существу деньги? А если так? Ну-ка, получится у нас что-нибудь или нет? Дух, пожалуйста, прими меня. Нет, в смысле? То есть заговорить не получилось? Ничего не получилось? О, нет. Мы, кажется, только что ухудшили свои условия пребывания здесь. Доделаем домашку. Я слышу, кто-то топает в этом доме. Прямо отчётливо топает. И да, спим мы в спальном мешке. Кровать в спальне разобрана. Чёрт, кто-то мешает спать? Эй! Куклу уберите свою, пожалуйста. Нет, я не паранойик. Всё хорошо. Здесь правда что-то происходит. Не будь в ужасе. Так, окей. Он очень боится. И не хочет теперь подходить. Он не хочет ничего из этого трогать. Нужно... А если... Нет, поспать мы, наверное, не сможем. Попробуем улучшить презентацию. А, это он сможет. То есть страх перед плохими оценками гораздо меньше, чем страх ужасов, происходящих в доме. Ладно, в принципе, сон сильно переоценён. У-у-у-у-у. Это... Это просто плохая проводка. Ничего страшного тут не происходит. Просто это старый заброшенный дом. Непонятно, где хозяева, но... Это... Это не страшно. И да, утром вообще тем более не страшно. Так что можно поесть, убирай эту куклу. Не знаю, кто-то поставил, играется, наверное. Эй, кстати, Саша, если ещё смотришь, смотри. Тебя тоже сделали, запихнули в Нацобери. Ну, а у Марио весь день учеба, а конкретно сейчас даем презентацию. Да, как понимаете, усердная учеба с максимальной нагрузкой параллельно с работой довольно сильно выматывает. И люди боятся ходить рядом с нашим домом. Странные какие-то. Все же нормально. Вот сейчас на мою шкуру делаю, лягу спать спокойно. Здравствуйте, меня зовут Гидри. Похоже, вам не помешает моя помощь. К счастью, я эксперт во всем, что касается домов с призраками. И не бойтесь, я хороший призрак. Ох, сул-сул. Думаю, мы поладим. Да, должны поладить, только покажи себя. Кто ты? Где ты? Эй, 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 хватит на мне стоять. Я тут сплю вообще-то. Вежливо представимся. Здравствуйте, товарищ Гидри. Шутка-страшилка. Тебе понравится? Умрешь с осмеху. Нет, пока он только ловит кринж. Ладно, окей. Натянули серьезное лицо. Давайте поспрашиваем некоторые вещи об этом доме. Например, что за жуткий объект вообще? Да, от этих объектов надо держаться подальше. Грубо говоря, пока они в доме, нам всегда плохо. Нужно уничтожать их, как только мы увидим. Окей, это я понял. Есть еще пара вопросов. Как здесь жить вообще? Если честно, просто смиритесь. А, ну, это я умею. Трудности, часть любой жизни их просто надо преодолеть. Понял. На самом деле, так не страшно, что я готов включить режим героя. Проявите смелость. В этом режиме завеса между мирами ночью быстрее истончается и пропускает в этот мир паранормальные явления и рассерженных. Бла-бла-бла-бла, я справлюсь. Самое главное, это разобраться, что с этим делать. Поэтому нам нужно понять, что вообще происходит и как тут жить. Окей, мы знакомимся с паранормальными явлениями, постепенно будем в это погружаться. О, подожди, мы можем провести церемонию, но это только если дом совсем в плохом состоянии. Сейчас все в порядке, так что будем общаться спокойными. Ммм, кажется, я ничего не слышу. Они скоро придут. Хорошо подумайте, прежде чем открывать дверь. Да, я как бы уже ничего не боюсь. У меня тут призрак стоит и Дед Мороз репетирует какую-то сценку. Я не могу его выгнать даже. Он не дает подарков, он ничего не делает, просто смотрится в разбитое зеркало. И знаете, в общении с мертвыми ничего не было слышно. Я вот вспоминаю разных торологов, с которыми познакомился благодаря всей этой блогерской движухе. Как они никто в это не верят, так нам просто нужно разобраться, в чем подвох. Так, Китри, рассказывай. Окей, в общем-то, состояние дома постепенно ухудшается, и эту жуткость надо держать под контролем. В этом нам будет помогать в проведении таких церемоний. Ну, групповой сеанс. Ого, это что, прямо на столе? Несновидящие умеют развлекаться, я вам скажу. С другой стороны, естественно, они ведь просто делают такое лицо, и сразу знают, что нравится их партнеру. Ну, зачем разговаривать? Кстати, за каждую пережитую ночь мы должны получать 250 баллов. Я что-то не вижу, чтобы их стало больше. Окей, может, если мы поизучаем, то станем видеть больше. Вау, праздник зимы прошел ужасно. Может, потому что этот Дед Мороз целые сутки стоял у разбитого зеркала и репетировал сценку. Алло, все, хватит, хватит, тебе пора уходить, как тебя выгнать вообще? Вот это страшно, логика персонажей. А вот это так, веселье, мы развлекаемся, подыгрывая, что... О, да, они существуют. О, мы можем вызвать скелехильду. Если что, это не мадам по вызову, а... Женщина, которая приходит, если ее вызвать. Ну, получается, да, мадам по вызову. И, если сначала вам покажется, что это скелет, на самом деле там очень хорошая такая горячая рожулечка, я вам скажу. Реально, из всех страшных объектов здесь пока только Дед Мороз, который, кажется, уже заучил всю пьесу. Подожди, мы можем подарить им комедийный номер этим грустным духом. Может, это их развеселит? А, ладно. Плевать, спим. А, нет, не спим. Так, кто-то разговаривает. А, вот теперь ты ушел? Вот теперь ты ушел, да? Окей, буду знать, какой ты мне друг. Просто кинул меня, как только, блин, замигал свет. А, и теперь ты возвращаешься. Конечно, ведь здесь тебя всегда примут, всегда рады. Нет, я буду спать. А, пацаны, я вам не мешаю? О, 250 баллов. Значит, якобы, дикую ночь мы пережили. Вау, было очень дико. О, лампа немного мигает. Конечно, это призраки, а не просто старая разбитая лампа и проблемы с проводкой в заброшенном крикхаусе. Мне кажется, что мыться в этой мистической ванной будет пострашнее, потому что, ммм, что это за пятна? Никто не знает. Желтые, но пахнут говном. Вот она, загадка, которую мы должны решить. Ммм, класс, вот это фокусы. Жаль, что нам надо идти учиться. Окей, согласен. Порой здесь бывают пугающие звуки. Но это просто звуки. Меня куда сильнее пугало, когда я слышал, как в метро у человека рвотные позывы начинались, которые сидели рядом со мной. Вот эти звуки были пострашнее. И сейчас очень интересный момент, потому что Марио отправляется на учебу в тот момент, когда через полчаса ему нужно на работу. Мы не успеем на работу, потому что времена пересекаются. Да, я почти час как должен быть на работе. Быстрее туда. Книшку выбрасывай, ты не в универ идешь, ты все перепутал. Ууу, нас повысили. Супер, жилье здесь не проходит зря. У нас есть новые истории. И за историей мы повышаемся, как комик. Идеально. Все, можно поспать наконец-то. Домашки абсолютно все готовы. Курсовые презентации идеально. Так кто свет включил? Гидри? Гидри, не играй нам на... Господи, какой ты конченый. А, что-то начало происходить. А, это просто кошмары. Ерунда. Давайте дальше узнавать, как они делают эти фокусы. Блин, мы не можем этим заниматься. Потому что Марио не понимает, что он делает на улице во время метели. И такой, я не могу здесь сидеть. И продолжаю здесь сидеть. Гидри помылся. Надеюсь, тебе... Как ты подсказал? У тебя даже ног нет. Надо это убрать, да, кстати. Видите, мы команда. Он находит, я работаю. Как будто меня используют. Так, духи совсем злые, да? У меня есть идея. Это в тайное сообщество впал. Нет, 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 оно успело испортиться. О, боже. Мы будем только злить духов. Типа, на эту прогнившую еду. Жри. Нет, 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 нет. Ну, ну и ладно. Я могу так. Нет, нет. Поиграем в Sims. Вы знаете, вокруг может происходить все, что угодно. У нас есть Sims. Как его захватывает эта игра. Там свет мигает, призраки, духи. Вообще, конец света, чел. И почему-то играет в Sims так. Кто-то поет детские песни. И куклу здесь оставил. Эй, а почему? Нет, я хочу ее раздавить. Алло. О, здесь же никого нет. Кроме духов и каких-то призраков. Мигающий свет. Кто-то куклу оставил. И поет детские страшилки. Но никого нет. Все хорошо. Давай, ты же уверенный. Дави, задурень. Мы все преодолеем. Если нет, то я не водолей. Гороскопы. Цитата Оксимирона. Что за серия? Будем спать. Честно говоря, знаете, я думал это сделать небольшим хоррором. Потому что на стримах, когда мы проходили и все сверхъестественное узнавали, вампиры, оборотни, русалки, все вообще, что вы можете себе представить в Sims 4, там было немного стремновато. А здесь то ли юморной подход Марио, то ли, я не знаю, больше нелепо на самом деле. О, красный дух, привет. О, должно быть страшно. Гидри, и ты теперь эту пьеску сейчас. Слушай, это зеркало проклятое, видимо, потому что все, кто проходят мимо него, начинают считать себя великими актерами и такие... Вот так Ларис со стримами про сверха в Sims 4 выглядит на ютюбе. И посмотрите, насколько подходящая обложка. А на бусте то же самое можно найти по тегу сверхи. Ссылки на все великолепие в описании. И да, посмотрите, у нас теперь 7700. Хотя, это тот же самый день, в который нам дали вот 250... Как мы 1000 заработали, получив 250? Окей, даже в режиме героя мы должны получать в 2 раза больше, а не в 4. А, я что-то пропустил. Ничего страшного. Вы поняли, ничего страшного. Не знаю, мне смешно. Марио, просыпайся. Да, почему это мешает тебе есть? А, ты гурман, а это испорченная еда. Окей, больше никаких вопросов, я все понял. Ешь быстрее, у тебя 11 минут. Куда ты ушел? Ты голодный. Да, ты увидел слизь, но... Ладно, все выбрасывать. Там все равно все протухло уже. Ну, поесть это, приготовить сможешь. О, 250, супер, мы пережили ночь. И опять же, почему 250? У нас режим героя включен, мы 500 должны получать за каждую ночь. А, и получаем 8200. Подожди, то есть если у нас было 6700, то 7700 это плюс тысяча, значит две ночи, значит мы еще одну, значит мы уже три ночи здесь. Если пережить 7, это выполняет какое-то испытание, кажется. Срэкера этого всего естественного у нас нет, потому что удобство Sims 4 говорит нам. Ха-ха, жопу пососи. Ласт, такой голодный, что убежал. Подожди, то есть он не доел, потому что в ужасе, но вместо этого встал такой... Помните, прекрасная была еда, вот которую он не до... Я вздремнул. Кидри, который уже сутки стоит там репетирует поэму, очень, знаете, успокаивает своим голосом на фоне, потому что... Спать страшно, спать на диване внезапно супер. Кошмарный сон. Так все нормально, успокойся, просто вытри эту слизь. Вообще мы можем закупить некоторые свечи, ректальные, которые избавляют от испуга. Ректальный скорее его наводит. Мы можем получить их как подарок от духов, если будем делать им достаточно хорошие подношения. Прекрасная еда считается, так что здорово, что мы наготовили форели с лимоном. Призраки это обожают. Либо их можно покупать за 500 баллов, между прочим. Кстати, мы столько баллов получаем, что, может быть, реально можно их купить. Да, мне плевать. Минус в том, что эти свечи работают 2 дня где-то. И вроде бы все складывается. Если ты играешь на обычном уровне сложности, то эти 2 дня и дают тебе 500 баллов удовлетворения. Я играю на героя, так что мы эти 500 отбиваем каждый день. Полчаса до учебы, кстати. Давай сейчас и попробуем. У, у нас трое свеч. Так это же идеально. Просто ставим в центре квартиры, потому что они работают по радиусу, насколько я знаю. И... А, они всегда горят? Так, идеально вообще. Кажется, это должно вас успокоить. Да, супер. Испух идет вниз, но у нас все так нет таймера, так что он бесконечно будет идти вниз. Спасибо, очень полезно. Вытереть листья мы все еще не можем. Даже рядом с этими свечами. Я тут пришел с учебы и понял, что вообще-то нам еще может помочь черта характера, которая называется храброй. Она стоит 8 тысяч, но... Это, по сути, несколько дней в этом доме. Так что да, мы возьмем храбрость. А еще образ жизни, жажда адреналина очень вам поможет. Потому что такие персонажи, вместо того, чтобы пугаться и не можете чего делать, наоборот, считают, что очень круто жить в доме с призраками. И такие офигенно. Они рады этому. Марио тем временем почти освоил ясновидение. И да, мы за всем запустили дом. Игра пишет, что даже главные герои фильмов ужасов уже убежали бы отсюда. Духи будут устраивать пожары и всякое такое. Но у нас учеба, да? Пожар? А, такой звук, как будто пожар. Не, ну со звуками они поработали, конечно. И да, он в постоянном ужасе. Я не могу теперь даже вот потирать лужи и всячески избавляться от вещей, от которых нам нужно избавляться сразу, как только мы их увидим. Так что однозначно нужно становиться храбрым. Можно призвать Скирхилд, потому что это поможет нам в будущем. Свечи вообще никак не помогают. Ну, по опыту вы видите, они ничего не делают. А, да спать мы толком не можем, у нас постоянный кошмар. Да, видите, ирония в том, что у нас постоянно ослабевает мудлет, который бесконечный. Он бесконечный, ослабевает бесконечно. Сбалансировано. Вообще забавно, как нас продолжает посещать семья, но мы все еще не можем нормально с ним общаться, чтобы рассказать, что это за перформанс мы тут устроили. И извини, мне нужно на учебу, я слишком устал и вообще живу с призраками. Все, пока. Подожди, это что такое? Пришел призрак и просто моет мне ванную? Спасибо большое, но я вроде не заказывал. Да ну господи, и ты туда же. Не, хорошо быть исполнителем. Полночь, ужасы. А мы еще работаем. О, нет, мы закончили работать. И что-то я не очень туда хочу, там мигает. А, все, больше не мигает. Можно идти спать. Там как раз достаточно темно. Потрясающе. Ужастик проходит по плану. Да с хрена ты меня разбудил, я пытаюсь это спаться, я не могу спать нормально. О, я могу вытерестись. О, я в принципе могу. Теперь этим домом заняться. Сделать его не таким страшным. Нет, 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 нет. Вот это отправляйся обратно, откуда вылезло. Кто-нибудь еще где-нибудь повылазило? Нет? Ах, все спасающие симс. И знаете, хорошо, что мы предельно уставшие, потому что когда он просто спит, то его постоянно либо будет, либо у него кошмары. А так он отрубился и выспится. Вообще, считаю, ночь в изи режиме прошла. О, точно, секретный ингредиент. Слушай, тут на семерых. Поделите там с другими духами, просто отстаньте от моего дома, окей? Тебе должно понравиться, пожалуйста. Нет, это же изысканное блюдо великолепного качества. Что за, блин, призраки не гурманы. Хватит там огнем дышать. Кстати, свечи заработали, они дают хороший мудлет. Видите, у Марио даже получается спать. Все нормально. Мы просто ничего не можем сделать, потому что он просто вымотан. Ничего не может делать, буквально. Все действия закрыты. Верите? Нет, давайте попробуем спать. Да, господи, не надо мне колыбельную играть, я так нормально усну. Мне нравится, какая бы уханалия ни происходила, Марио такой, да, в принципе, плевать, это все материал для моей комедии. О, супер, может теперь ты можешь? Да, теперь жуткий ритуал. Мы теперь тоже умеем разные фокусы делать. Свечи, кстати, догорают. Да, вот день горели, вот на следующий день их только осталось. Нет, нет, он слишком устал, сеанс прерван. Хотя, в принципе, ночь закончилась, мы можем спать теперь спокойно. Черт возьми, спальный мешок просто вообще не прибавляет бодрости нормально. Что такое? Я очень скучаю по своей кровати. Это тройная переводка, если что. Да, еду я еще призракам отдал, которые неблагодарные, просто остались недовольны, мне есть теперь нечего. Но вот это я хочу посмотреть. Да, ну нет, да. Окей, это высасывает из нас силы, я так понимаю. Прямо очень мощно, нам прямо не хватает. И да, видите, мы начинаем дружить с призраками более-менее. Они нас хоть не принимают, но в целом. Марио такой, ну, ощущения неплохие так-то, и вообще непонятно, конечно, что призрак сделал, но что-то вроде понравилось. А еще вы посмотрите, мне кажется, сейчас будет безумно ироничный кадр, где вот в этих условиях Марио полностью осваивает, да, изысканную кулинарию. Ах, ну разве не услада для ваших глаз? Просто ушатанный крэхаус изысканной кулинарии. 10. Освоено. Вообще рядом с этим столом играет музычка, слышите? Похоже, это реально какой-то мультимедийный стол, который показывает нам всякие мультики. Вот и секрет всех фокусов. А, и да, мы можем теперь купить храбрость для Марио. Все, теперь он никогда ничего не будет бояться, потому что он провел здесь достаточно времени. Он видел всякое, он все разгадал, он умный. Это человек, который может и любит разгадывать загадки. Ничего здесь такого не происходит. И знаете что, я притащу хорошую кровать, чисто Марио такой, я хочу спать, я устал от спального мешка, у меня куча денег. Купил кровать, чисто поставить ее на улице, потому что, ну не разбирать же хлам в этом доме. Поспим здесь. Нам просто надо выспаться как-нибудь. Только от мороза не умри, а на прохожих плевать. О, господи, наконец-то, да. День студента, ааа, святительно обожаю всплывающие уведомления. Ммм, я, я, слушайте. А то, видимо, разработчики боятся, что я пропущу. Да, я все еще кликаю. Там, там прям до хрена. Класс, доброе утро, Вьетнам. Просто такой встает. Так, надо одеться и начинать свои спиритические штучки. Например, провести церемонию. Вот теперь у нас хватит энергии для того, чтобы всякие фокусы осваивать. Мне так нравится, что метафора избавления от страха, это суженное кольцо, постепенно расширяется и расслабляется. Ммм, поцелуй от шефа, а не метафора. И да, мы полностью освоили ясновидение. А значит, можем получить лицензию паранормального сыщика. И хотеть рассказывать людям, что хватит бояться, это не призраки. Просто у вас криворукие соседи, которые все роняют на пол. Вот оттуда шум. Завеса между мирами стала толще. Изи, светлый ум побеждает мракобесие. Знаете, как было у касты? Не передаст больше зайчик конфет, зайчика нет. Сказки полезны для деток, а взрослым от них нету пользы. Но может быть вред. Вот и я занимаюсь просвещением. И дальше ждем ту самую она. Посмотрим, что же там такое подготовили для нас. Да, отоспимся, прям просто перед детьми лег спать. Блин, этому челу нельзя будет подходить к детским площадкам на 500 метров после постановления суда. Марио интересный человек. Так вот, отоспимся, потому что ночью спать не будем. Ночью у нас должно быть интересно. Потому что, о да, она здесь. Внезапно вы чувствуете присутствие мощного злого духа. Здесь живет много духов, но этот отличается от других. Самое время предаваться панике. Эээ, хорошо. Осторожно, она здесь, говорит Гидри. Ага, вот эта женщина. Она просто постоянно сердитая. Сейчас, прожди, если попробовать вежливо представиться. Типа, я знаю, что у вас жопа горит, но здрасте, я хотел бы познакомиться. Меня зовут Марио, я весельчак. Это сработает? Это сработало? Ахаха, видите, ничего такого страшного. Так, сейчас еще Скирхильду вызовем. У нас будет вторая девушка. Быстро призовите Скирхильду, срочно. Да, знаете почему? Потому что Скирхильда вступает в драку с этой мадам и всегда выигрывает. Так что Скирхильда ваше берег. Гидри не совсем, он просто вам подсказывает. Алло, да, можешь приехать? Здесь приехала подружка, придумаем что-нибудь. Опа, 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 что-то телевизор поломался. Я просто его заменю. Какой удар по бюджету? Господи, как страшно, как страшно. Есть тут что убрать? А, свеча. Ты зачем задула свечу? Нет, зажечь свечу. Да нормально, я уже вызвал Скирхильду. Не распинайся. Смотри, где она? Эй, эй, офигировшая скелетонша. Где вы? А, я не могу ее призвать, потому что стол уже используется. Угу. Слушайте, мне очень нравится, что у Марио к темперанце есть ощущение близости. Это, кстати, по секрету говоря, бывшая Гидри. Угу. Духи, которые оказались по разную сторону. А знаете, что самое дурацкое? Я как бы все сделал. Жизненной цели по этому нет. Стул тут, стол занят. Как бы, да, типа все беснуются, но делать нечего. Мне даже нет лужи, которые надо там вытереть. Или руки вот, которые торчат. Или куклы, которые... Нету их. Я напомню, что я на режиме героя. Вот, у нас, видите, режим героя можно отключить, но я не буду, потому что... Что там без режима героя происходит тогда? А, ты на гитаре хотела играть, пока я не видел. Не, знаешь что, проведем церемонию. Ну, чтобы было получше, чтобы было полегче. Понимаете, нам не так подальше. Блин, можно было устроить такую хоррор-серию. Я на самом деле и хотел ее устроить, но Sims не дает. Хватит свечи мои задувать. Успокойся. Холодильник я починю. Думаешь, это проблема? Нет, да блин, церемония была прервана. Да кем? Духи меня отвлекают. Блин, жалко, что духом мы не можем дарить всякие драгоценности. Как-то духи оказались одухотвореннее, чем тайное сообщество. Скильхильда, приезжай уже. Так, даже не вздумай меня прервать. Я тебя убью. Второй раз. Я тебя оживлю и убью. О, Скильхильда. Прекрасно. Сейчас? Ага. Ага. Все, боишься? Эээ... А. Ладно, тут уже все шутки шутят. Ну и у нас у нас такая атмосфера расслабленная, то... Здравствуйте. Да, вот так вот присядем в бассейн и, знаете, аккуратно руку и такие... Привет, ты такая стройная. Восхитительно выглядит. Давай познакомимся поближе. Подожди, в смысле не интересует? О, нет. Черт, я хотел вам показать, как выглядит Скильхильда во время в уху. Теперь, видимо, единственный шанс это на стримах до того, как ориентации ввели. Еще раз, ссылки на стримы есть в описании. Это единственный шанс. Такого больше нельзя будет увидеть, потому что... Все, все. Первый поцелуй. Нет никаких романтических чувств. Блин, где-то у меня точно был скрин. Я вот сейчас ищу. Это единственное, что я нашел в телеге. Мы выгукнули Грега. Да, ссылка на телегу тоже есть в описании. Мы там много чего делаем. Например, решаем, какой контент будет. Какие-то жизненные истории. Черт, я не могу найти эти скрины. Одну секунду. Я намерен показать вам, как выглядит Скильхильда на самом деле. Понимаю, что не все будут брать спонсорку. Увидеть интересно, согласитесь. Кажется, на облаке должно быть. Кстати, ребят, спонсоры, скажите, вам нужны эти скрины? Я могу залить их на бусте. Где-то вот так она выглядит. Черт возьми, лица, конечно, не видно, но... Вы поняли посыл. Там горячая рыжая девушка. Лицо, к сожалению, теперь, видимо, только на стримах можно будет увидеть. Кедри еще не появился. Нет, не появился. Но я не знаю, как он должен... Получается, с Скильхильдой мы разобрались, если она такая недоступная. По какой-то причине у нас останется романтическое отношение с ней. Но это будет нам на память. Потому что, еще раз, мы никак не можем в этом подвинуться. Просто так с ним познакомились. А сейчас, наверное, отправимся спать, да? Потому что тут призраки летают. Че-то у нас там все горит. Вообще ерунда. Марио. Погоди, так Скильхильда все-таки приглашает нас на карточке или что? Нет, 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 нет. Забавно, да? Как во всей этой вакханалии Марио, единственная, как может умереть, это по своей же собственной глупости. Ты куда побежал? Зачем ты нырнул? Выходи! Ну нет, так, тупо ты не умрешь. Да, зачем? Ты чего? Так, подожди, окей, беги сюда. Фуф, ты спасен. Окей, вы поняли? Это не страшно, это тупо. Нет, подожди. Тут кажется, вот эти вот нужно руки убрать. Ерунда, ерунда. Просто не сожгите здесь все, пожалуйста. Ставь телевизор, я починю. Подожди, они начали драться. Вот, супер. Теперь Скильхильда должна победить. И вот это вот, как ее там зовут, темперанс. По идее, исчезнет. И это пройденный дом с призраками. До свидания. Ну, ну, ну теперь-то. Ну, нет. Ну, нет. Ну, ладно. Тогда спать. О, большое спасибо за уборку. Это очень поможет. Е-е-е, весна. Вот теперь. Мы пережили весь ужас. Ночь, зиму, темперанс. И знаете что? Пик реально позади. Это не конец серии. Даже и не думаю ходить. Просто до самого конца испытания и до наград не будет ничего сложнее. Когда мы сюда въехали? Во вторник, да, кажется? То есть, если сейчас воскресенье? Ну, несколько дней. Это, по сути, ерунда. Надеюсь, что воскресенье можно посещать лекции преподавателей. Потому что эта задача у нас на пути к целой куче баллов. Ведь, по сути, это у нас есть. Это у нас есть. Это можно сделать один раз. Все остальное, это тоже тонна баллов. И все это мы практически сделали. Так что доедай и момент истины. Ух, очень много баллов удовлетворения за этот выпуск мы получаем. И знаете, с вьетнамскими флэшбэками проезжаю через Бридчестер. Нееет, это очень много. У нас выпуск, по идее, через пару дней. Мы можем не успеть. Ладно. Оу, вот это страшно. А не о чем вы там говорили. Что с глазами? Что происходит? Она исчезла. Уу, динамика. Вообще, у нас все, что нужно, пройдено. Но гитара бы вообще не помешала. Помните ведь, что Марио должен уметь играть на инструменте. В принципе, он хорошо играет на клавишных и штора там в гитаре, понимает. Но, если мы можем полностью освоить сегодня, то почему нет? Просто дел на сегодня нет. У нас готово все. Так что... Оу, я неплохо освоил гитару. Уже вечер. Да, я весь день тянул. Так что чуть не задохнулся. Надо идти на работу, к сожалению. Мы не попадаем на лекцию приглашенного преподавателя. Ну и получается хрен бы с ним. Легкий подход к жизни. Это прекрасно. Уу, мы с Авророй на работе поз... Вот это женщина. И с Яной. Привет. Чел по улице просто шел. Увидел в окно батарею. Зашел опять через задний вход почему-то. Я не знаю. Реально, это главный вход. Они заходят через задний. И выразил респект. Такой батарея мне очень нравится. Судя по всему, он немного, как бы так, мягко сказать, в хлам угашенный. Уйди из моего дома. Слушайте, может это один из тех, кто по старой памяти сюда добрел. Все-таки мы заселились в разношенный крэхаус. Ты подскользнулся в слизи, я тебя поздравляю. О, у меня повышение. Видите, какой контрастный бывает жизнь. И да, пока этой ночью Гидри здесь. Гидри, Гидри, я разгадал все твои фокусы. Мне нужно с тобой поговорить кое о чем. Я хочу стать паранормальным сыщиком. Вот только поднимусь из слизи. Вы только посмотрите. Вы прямо-таки искричь из духовной силы. Я знал, что у вас есть что-то такое особенное. Поэтому я уже подготовил лицензию паранормального сыщика с вашим именем. Ну, что скажете. Готовы сделать следующий шаг? Еще как. Да, у нас есть лицензия. Мы теперь сможем ходить по квартирам, по вызову людей. И не то вот, что вы там подумали делать. А рассказывать, что на самом деле произошло тем, кто пересмотрел битву экстрасенсов. Да, вот она, родимая. Мне нравится, как он сначала в ужасе испугался, а потом вспомнил, что он вообще-то храбрый. Чел, соберись. Займись гитарой. Чертовщина в доме происходит. Марио в это время. Господи, гений. Гений. Я обожаю Марио. Надеюсь, вы тоже. Я вижу, что вы пишете. У многих именно Марио стал любимым. Я вас прекрасно понимаю. День навыков успешно прошел. Вообще, мне нравится. Мы так на стриме засрали всю квартиру, что жутким вещам банально негде появляться. Из-за чего у нас их почти нет в доме. Я же только что это вытер. Ты так и не научился убираться. Ты не там чуть шаг назад. А, в принципе, делай что хочешь. О, слушайте, а Гидри оказывается полезный в хозяйстве. Видите, как вся мистика стала бытовой. Так что я, пожалуй, пропущу все до награды. Гидри, работай, я отдыхать. Увидимся, когда я узнаю, что нам дадут. Немного по-другому событию я нас усобрал. Закончилась учеба. Марио снова получает 5 с плюсом. Все, предметов больше никаких. Персонаж окончил данную программу. Завтра выпускной. Будем получать диплом. Вот это вот все. В принципе, можем немного даже опраздновать и отпраздновать через приглашение одной симпатичной коллеги. Да, я вижу, там строятся сейчас две теории о том, что Марио будет либо с Машей, которая зеленая, потому что наше следующее поколение тоже зеленое, и Маша вроде хороша. Правда, она пока подросток, так что можно и присесть. Марио не настолько отбитый. Либо Санни, потому что те, кто были на финале битвы, знают, что Санни персонаж тоже с двойным дном, я бы сказал. Черт, наверное, зря я посылал его в этот дом. Привет, давай поговорим про низкие температуры. Только не обращай внимания на квартиру. Так вот, можно было бы устроить многоженство, потому что это очень распространенная вещь на свете. А он такой, а, ну да, в Синс нет многоженства. И как бы плевать, что одни только Нигерия и Пакистан, которых полмиллиарда человек это практикует, но нет, мы будем отстаивать свободы и права только тех, кто может платить нам. Электроники всегда знают поддержку, какой любви хорошо окупается. Просить помочь с уборкой. Боюсь, не стоит. Здесь мы оставим этот дом, просто сожжем его в конце. Если тут будет пожар, я вообще не против. Как понимаете, у Авроры не то, чтобы особо высокие стандарты. И в чем, знаете, остаться на ночь мы предлагаем не из понятных причин, а потому что остается мне страшно в этом доме. О, май. Ну, в принципе, да, надо греться, потому что эти придурки выперлись в купальных костюмах на мороз. Там и стандарты невысокие, и вот, вообще-то, там это, развлекайтесь. Ууууууууууууууры, призрак Кидри. Вы уже давно здесь живете и знаете, что многие на вашем месте дали бодеру. Мне нравится, что вы не идете на компромиссы. Никогда не сдавайтесь. У меня не так много всего, ведь у призраков сложные отношения с материальными предметами. Но я все же хочу отмерить ваше упорство Держите мою куртку Ох, боже, ну не стоило За неделю с призраками и борьбу с твоей возлюбленной Которой ты разбил сердце изменой А она умерла и теперь борется против тебя Ох, целая куртка Я не достоин, гидри Не переживайте, у меня их много А, то есть это даже ничего не значит Типа, на, на, держи старую куртку Я, например, предлагаю только лучшую ткань Вышивка, нитки, высшего качества Ссылка в описании Мерч, это все, мерч офигительный Продолжайте в том же духе А, да? Хорошо, тогда вот этих футболок осталось несколько штук Это самый первый дроп с мерой Напишите, кто вообще в курсе за меру И шарит, что это за наша внутренняя культура Это гидри мне сказал, я бы остановился еще там Прочно держитесь на ногах Это ваш дом, с призраками или без Ваша жизнь в ваших руках И я знаю, что она будет незабываемой Спасибо, гидри Что случилось с этой курткой? Запомните, не стоит задавать в вопросах Откуда белые пятна на одежде мужчины Поэтому просто спасибо, гидри А что ж, гидри такой не стоит благодарности Все, мы теперь похожи, как две капли воды Да, я прям вот... Ребят, вы можете отличить, где гидри, где варю? Вообще непонятно? Ну, ладно Аврора, не уходи Это не мой мужчина И у нее правда не очень высокие стандарты Нет, они не могут пройти в эту ванную, да? Ну, что ж В принципе, оно и к лучшему А то даже как-то жаль девочку И извините, кто это прислал, что я так с ней Ну, хорошо выглядит, а дом только такой сейчас Мы, кстати, в конце этой ночи должны получить Три с половиной тысячи За то, что продержались неделю В доме с призраками В героическом режиме Извини, пока-пока Я должен сказать еще пару вещей Например, духи могут давать подарки Я не очень много времени этому посвятил Но да, их можно пытаться задабривать И в целом, как вы поняли Каждую ночь состояние дома ухудшается Он все глубже проваливается в эту проклятую Куда там расщелина или типа того Короче, он все более проклят И нам нужно бороться за то, чтобы он не был проклят окончательно Именно поэтому, по идее, нужно часто разговаривать с духами Пытаться их задобрить Но, как вы видите, не то, чтобы это сильно было зачем-то нужным Вон свечи еще зажжем Очень лампово, так скажу, вторую вещь, которую нужно осветить Это то, что с высоким уровнем ясновидения Нам даже не нужен стол Просто нажимаем начертить круг для спиритического сеанса И вот оно Мы поняли, что все это просто фокус Нам даже не нужен стол Мы просто такие круг начертили Такие Этого достаточно Потому что и то, и то ничего не делает Марио полностью все разоблачил И, знаете, во-первых, я очень хочу посоветовать вот это видео Да, оно не мое, оно на английском Но, если вы понимаете, очень вам советую Могу посоветовать вот это свое Вот эти, ребята, гигантское вам спасибо В следующей серии увидимся в одной роскошной квартире Я должен сказать тебе Все чудеса это чья-нибудь хитрость Пусть к реальному миру твои привыкают глаза Субтитры сделал DimaTorzok